Здравствуйте! Давайте я расскажу вам, как буквально за несколько минут и за несколько шагов настроить ваш виртуальный сервер и получить к нему доступ. В этом нам поможет замечательный сайт vdesign.ru. Vdesign одна из лучших в своем роде, и я крайне рекомендую пользоваться именно ей. У нее достаточно низкие цены и удобный ассортимент услуг. Что ж, вот здесь у вас будет кнопочка «Пройти регистрацию». Вы с этим успешно справитесь, не переживайте, проходите регистрацию и попадаете в личный кабинет. Давайте все это перейдем. И для того, чтобы за несколько минут создать наш сервер, здесь есть вот такая вот вкладка «Создать сервер». Давайте на нее перейдем. И смотрите, вы можете выбрать любую удобную для вас систему. Это может быть и Windows или даже Ubuntu. Но я, пожалуй, выберу Windows сервер. 2019 возьму. И смотрите, минимальный тариф 21 рубль в сутки. Да, что интересно, на Vdesign оплата посуточная. То есть, если вдруг вам не понравится, вы всегда можете отсюда уйти, не заплатив за месяц вперед. Я считаю, очень удобно, и поэтому я пользуюсь Vdesign и вам тоже советую. Если вам нужны сервера с высокой частотой процессора, то есть более мощные сервера, то вы можете и их тоже, конечно же, заказать. Также здесь есть услуга «Выделенного сервера». И здесь есть услуга «Вечные серверы». Тоже довольно интересная услуга, появилась совсем недавно. За один раз вы покупаете сервер один раз и навсегда, и пользуетесь им пожизненно. Но я же выберу стандартные серверы и выберу вот за 21 рубль в день. Здесь я выберу дата-центр в Москве, потому что мне не нужен, собственно, в Амстердаме. А здесь резервное копирование. Я могу на свое усмотрение либо включить, либо выключить. Тут, как вам удобно, мне оно не нужно. Например, я его отключаю. И нажимаю кнопочку «Создать». Предварительно я пополнил баланс на 100 рублей. Это требование, которое необходимо для того, чтобы создать подобный сервер. Я нажимаю «Создать». Идет процесс создания. Он занимает буквально несколько минут. Далее VDSign'а уведомляет нас о том, что создан новый сервер. Давайте мы сюда вот нажмем. И смотрите, нам предоставили наши данные. IP-адрес, пользователь и пароль, которые мы можем прямо сейчас использовать и подключиться к нашему серверу. То есть мы буквально за одну или две минуты создали только что сервер. Давайте к нему подключимся. Для этого я вот здесь вот навожу на лупу, которая находится рядом с меню «Пуск». И, значит, ввожу «Подключение». И смотрите, у меня находится вот такой вот инструмент подключения к удаленному рабочему столу. Давайте сюда нажмем. Скопируем наш IP-адрес. Он находится вот здесь. Сюда его вставляем. Далее нажать нужно «Показать параметры». Теперь нужно скопировать пользователь, администратор. Мы его сюда, соответственно, и вставляем. Далее нажмем «Подключить». Нас просят ввести пароль. Давайте мы его введем. Вводим пароль, нажимаем «Запомнить меня, если вам это нужно». Нажимаем «Ок». Здесь можем отказаться, больше не выводить запрос о подключениях к этому компьютеру, чтобы такое окно не выводилось вновь. И нажимаем «Да». И все. Только что за несколько минут мы создали сервер. И менее чем за одну минуту мы к нему подключились. Теперь мы можем его использовать, как нам удобно. Мы можем его свернуть, а можем его полностью закрыть. Но при этом он продолжит свою работу 24 часа в сутки. Всего вышесказанного будет достаточно для того, чтобы человек, который заинтересован в покупке этих серверов, в их аренде, он перешел по вашей реферальной ссылке и оформил заказ. За что вы заработаете денежку. Но теперь нам нужно это видео как-то продвинуть. Правильно? Правильно. И для этого нам потребуется тот самый секрет vidIQ. Это очень удобное расширение. Вы переходите на его официальный сайт. Для вашего удобства я оставлю ссылочку в описании. Пройдите здесь регистрацию. Она довольно простая. Почта и пароль. Далее перейдите в раздел «Расширение». И здесь вы можете обратить внимание на то, что расширение для Chrome. Но можете также обратить внимание на то, что у меня Яндекс.Браузер. И то, что у меня оно здесь установлено. Вот оно здесь на панели находится. Итак, что же позволяет нам делать это расширение? Ну, буквально все. Давайте мы введем в YouTube запрос VDS, VPS. Это выделенный сервер и виртуальный сервер. То есть те запросы, которые, ну, собственно, гуглят. Также вы можете писать тоже довольно популярный запрос. Это аренда сервера. На то, что здесь не миллионные просмотры, вы можете не обращать внимания. Потому что здесь нам и не нужны миллионные просмотры для того, чтобы зарабатывать хорошие деньги. Кроме того, им здесь просто неоткуда взяться. Услуга хоть и востребованная, но она узконаправленная. На что я хочу обратить ваше внимание, так это на то, что люди, снявшие два этих вот видео два года назад и восемь месяцев назад, они получают на протяжении всего этого времени пассивный доход. Потому что они один раз сняли это видео, оно оказалось вот здесь вот в топе. Я, соответственно, загуглил VDS, VPS. И если бы я был заинтересован в покупке или аренде этих серверов, то я бы перешел на эти видео, потому что они находятся на первых местах. Соответственно, это в чистом виде пассивный доход. Один раз снял и вот получается. Конечно, не все видео у вас будут на первых местах, но вы же не одно будете снимать, правильно? Вы можете буквально зайти на эти два видео, посмотреть, о чем рассказывают эти люди, посмотреть видео, которое я вам до этого показал, да, которое я, можно сказать, в прямом эфире снял для вас. Все эти вот видео посмотреть, ну, несколько штук, там, три-четыре. И на их основе получить какие-то определенные знания, которыми вы будете делиться с людьми, которые хотят арендовать эти серверы. Что ж, я немножечко заговорился. Давайте я покажу вам функционал этого замечательного расширения. Я перешел на одно из этих видео, которое уже, собственно, два года висит в топе этого поиска. И смотрите, если мы спустимся немножечко пониже, то мы увидим, что в правом углу есть вот такой вот раздел. Теги видео. Благодаря BitIQ мы можем видеть эти теги. Более того, мы можем их скопировать. Все, вот эти вот теги, благодаря которым это видео продвинулось, набрало просмотры, мы скопировали. И при загрузке нашего видео на канал мы эти теги просто вставим. Ну, там, небольшая погрешность какая-то. Просто посмотрите, что здесь за теги. Если здесь какой-то лишний будет, ну, я не знаю, какой-то вообще к теме не относится, можете убрать. Ну, а так, в целом, вы просто скопировали и вставили. Давайте покажу, как это сделать. Я перейду в раздел «Добавить видео» на YouTube, собственно. YouTube предлагает мне загрузить видео. И смотрите, при загрузке здесь есть вот такой вот раздел «Теги». Те, что мы скопировали, мы сюда вставляем. И таким вот образом это будет выглядеть. Кроме того, VideoEQ имеет вот такой вот тоже интересный функционал. У него есть всякие подсказки, количество тегов, популярность тегов, ключевые слова в заголовке, ключевые слова в описании. То есть, он рекомендует вам те же ключевые слова, то есть теги, перенести и в описании. Знаете, как-то оптимизировать. То есть, вот смотрите, ключевое слово «ВДС». Что мы пишем в описании? Вы можете арендовать «ВДС» здесь-то, здесь-то. Далее, ключевое слово «Установка ВДС». Соответственно, вы там тоже в описании где-то пишете. Также вы можете установить «ВДС» вот здесь вот. То есть, вы понимаете, да, которые ключевые слова здесь. Вы их плюс-минус подгоняете, чтобы это было и для машины, то есть теги, они же для машины, нужны для алгоритмов Ютуба, и для человека. Ну, представьте, что если бы у меня в описании было вот просто заработок там интернет. Ну, это так нельзя. Я там пишу описание, там в этом видео вы узнаете, как начать зарабатывать в интернете. Я подгоняю эти ключевые слова. Так же делаете и вы, соответственно. Дальше, «ВДАКЮ» подсказывает нам, что стоит отвечать на последний комментарий, стоит делиться этим видео на Фейсбук. Даже если там у вас нет никаких ни подписчиков, ничего. Просто Ютубу нужно знать, что этим видео кто-то поделился. То есть, можно на Твиттере поделиться, можно добавить в какой-то плейлист, можно включить субтитры в видео, но это совсем не обязательно делать, и добавить конечные заставки и подсказки. А это уже вам сам Ютуб помогает сделать. Таким вот образом, «ВДАКЮ» помогает мне уже на протяжении полугода продвигать свои видео бесплатно. Я просто пользуюсь его подсказками и достигаю хороших значений оптимизации моих видеороликов, и они набирают просмотры. Так же будет и у вас, если вы не будете сидеть на месте, если вы будете пользоваться «ВДАКЮ», если вы будете записывать видео. Я надеюсь, вы понимаете, что просто одно видео записать, скорее всего, вы либо очень мало заработаете, либо ничего не заработаете. Но тут все полностью зависит от ваших аппетитов. Вы можете постоянно записывать видео про «ВДАКЮ», вы можете там начать рассказывать про сайты. Я вас уверяю, если у вас пойдет первый заработок с этой партнерской программы, и он к тому же в долларах, и это очень приятно, то вы сразу же у вас откуда-то магическим образом появится знание о том, как снимать видео, во-первых, с высоким качеством монтажа, хостинг для сайтов, как покупать домины и прочее-прочее. Сейчас вам эти слова могут казаться незнакомыми, но я вас уверяю, как только первый заработок пойдет, они еще как будут для вас знакомы. В любом случае, начать вы можете вот просто с аренды серверов. Пример, в видео вы уже увидели, я вам показывал, как можно рассказать про «ВДАКЮ», а там уже все потихонечку, я же тоже чего-то начинал. Да, эта схема пассивная, вы можете первое время наснимать там 10-20 видеороликов, ну, опять же, кто сколько захочет, а потом пожинать плоды. Я вот пожинаю, до сих пор мне капает какой-то пассивный доход. Да, разумеется, из-за того, что я об «ВДАКЮ» больше и не рассказывал, мой доход больше и не прибавлялся, и более того, он постепенно по чуть-чуть убавляется, ну, совсем по чуть-чуть. Но вы же можете продолжить снимать про «ВДАКЮ», и ваш доход будет только расти. Я же хотел вам показать, что уже на протяжении нескольких месяцев полностью в пассивном режиме мне капает вот такой вот значительный доход в долларах. И вас я хотел этому научить, и очень надеюсь, что у меня получилось, и желаю вам от чистого сердца удачи, если вы будете пытаться пробовать, у вас обязательно получится. Смотрите, есть разные люди. Первые, например, хотят себе арендовать сайт и разместить его на «ВДАКЮ». Это можно сделать, она предоставляет такую возможность. А кто-то хочет поставить на эти сервера различные приложения, различные расширения для браузера, всякие, которые будут в автоматическом режиме, 24 часа в сутки, без их ведома, в пассивном режиме, фактически тоже вот как мы, да, пытаемся заработать пассивно. И они также хотят пассивно на этих всяких приложениях зарабатывать небольшие деньги, но зато пассивно. Но это я вам кратенько рассказал, что это такое вообще суть «ВДА Сайны». Нас же интересует больше его партнерская программа, на которой я и заработал более 1000 долларов, и я напоминаю, в пассивном режиме полностью. Я один раз все сделал, а потом уже в течение нескольких месяцев мне капал потихонечку мой пассивный доход. Если мы спустимся пониже, то у «ВДА Сайны» есть вот такой вот раздел «Партнерка». Давайте перейдем сюда. И нас встречают новостью о том, что лучшие партнеры «ВДА Сайны» зарабатывают более полутора миллионов рублей в год. Ну, и как вы понимаете, большая часть из них пассивна на самом деле. Начнем с главного, это минимум 20% пожизненно. И это действительно так, мне капает 20% от затрат клиентов, которых я сюда привел. И это действительно так, эти клиенты закрепились за мной на всю жизнь. Они будут мне всю жизнь приносить доход. Ну, разумеется, пока они пользуются этими услугами. Никто знает, сколько они ими будут пользоваться, но уже довольно продолжительное время. Но, что интересно, ваш доход будет расти. Партнерский процент вырастет вместе с количеством клиентов, которых вы приведете и с их ежемесячными тратами на серверы. Если количество затрат в ваших клиентах в общей сумме превысит 20 тысяч рублей и будет в пределах 50 тысяч рублей, то ваш процентный доход вырастет до 25% и так далее. От 50 тысяч 30%, от 100 тысяч 35%. И в итоге, ваш доход может достигнуть колоссальных 50% от затрат ваших клиентов. А в таком случае, ваши цифры достигнут миллионных заработков. Ну, это уже прям очень высокий уровень. Но, кто знает, вдруг из вас кто-то до этого дойдет. Вот у меня лично не получилось. Что ж, я думаю, я вас заинтриговал с учетом того, что я еще и, собственно, на этом заработал. Далее я покажу, как я вывожу отсюда средства. Я покажу историю всех пополнений. И, в общем, вы убедитесь, что я действительно заработал на VDSI, что здесь есть деньги. Вот здесь у вас будет возможность пройти регистрацию. Вы, собственно, проходите регистрацию и попадаете в ваш личный кабинет. И здесь есть раздел партнерка. Давайте сюда перейдем, и я сразу же выведу отсюда деньги. В общем, вот, как вы можете убедиться, партнерская программа 20%. Она действительно здесь такая высокая. Давайте перейдем в раздел операции. Здесь можем увидеть, что я выводил и 25 практически тысяч рублей, и 12 с половиной тысяч рублей, и 8200, и 7500, и 5900. Вот это вот последняя выплата 7500, и 3400. В общем, выводил отсюда уже много раз. А вот и очередная выплата с этого сайта пришла. Почти 103 доллара. Давайте перейдем в историю всех пополнений с этого сайта. И мы можем увидеть, что, если считать в рублях, то этот сайт выплатил мне более 67 тысяч рублей. Вот последнее пополнение почти на 103 доллара, вот предпоследнее на 52. Давайте, в общем, посчитаем все пополнения. И мы видим, что в общей сложности этот сайт выплатил мне более 1000 долларов. Да, вы могли заметить, что вывел я 7500 рублей, но пришли мне почти 103 доллара. То есть, как бы зарабатываем мы в рублях, но выводят нам в долларах. И мы можем увидеть, что первые пополнения с этого сайта у меня были 3 декабря 2019 года. А вот в феврале была довольно крупная выплата 15 февраля. То есть, я уже достаточно неплохую сумму заработал с этого сайта до всех событий с резким обвалом рубля. И поэтому эти деньги у меня не обесценились. Они вообще никак у меня не уменьшились, они наоборот у меня даже немножечко приумножились. Именно поэтому я рекомендую всем стремиться зарабатывать в долларах. И вы убедились, что в интернете это тоже можно сделать. А еще у Daysign есть две прекрасные возможности, особенности, которые позволят вам приводить сюда еще больше клиентов, чем на аналогичные сервисы. Первая особенность заключается в том, что вы можете попросить специальную партнерскую программу, которая кроме того, что вам будет давать все так же 20% партнерских отчислений, она будет давать еще и 20% скидку вашим клиентам. Первый месяц привлеченные вами клиенты будут пользоваться этими услугами на 20% дешевле. Как только вы дадите об этом знать вашим потенциальным клиентам, я вас уверяю, они с намного большим желанием перейдут по вашей реферальной ссылке. Вторая особенность в Daysign заключается в том, что здесь не самые низкие цены, но достаточно низкие. И что самое важное, здесь посуточная оплата. То есть в этом плане в Daysign выигрывает. Некоторые люди не хотят сразу за месяц потратить там несколько десятков долларов. Они хотят зайти и попробовать заплатить за несколько дней, посмотреть, что у них получится. Поэтому здесь очень даже выгодно. Благодаря этому ваши партнерские начисления будут ежедневными, но вывести вы их можете раз в неделю. Четыре раза в месяц вы можете выводить отсюда деньги. Это очень-очень достойно. Что ж, давайте поговорим о том, что за площадка и как ее создать. Да, нам потребуется YouTube, но не переживайте, вам не потребуется камера, вам не нужно будет снимать свое лицо, появляться в кадре. Этого делать совершенно не обязательно. Кроме того, я дам вам очень хороший лайфхак по тому, как легко, действительно легко продвигать свои видео. Вы можете наблюдать это здесь. Очень-очень полезный инструмент, о котором я немножечко дальше расскажу. Благодаря которому, я не побоюсь этого сказать, я и раскрутил этот канал, с которого вы сейчас смотрите это видео. Это очень полезный и бесплатный инструмент. Но у вас может появиться вопрос, хорошо, записывать мне свое лицо не надо, но как я буду, в принципе, записывать видео? Нужно ли мне платить за какие-то программы? Нет, тоже на этот счет не переживайте. Есть такая специальная программа, она называется Open Broadcaster Software. Эта программа позволяет вам записывать ваш экран. И этого действительно достаточно. Ведь прямо сейчас вы смотрите запись моего экрана и мой голос на фоне. Вам не нужно смотреть мое лицо обязательно на протяжении всего видео, чтобы воспринимать мою информацию. Правильно? Правильно. Более того, смотрите, я сам пользуюсь этой программой. Прямо сейчас. Вот она, OBS. Она совершенно бесплатна. Вы просто ее скачиваете, устанавливаете на свой компьютер, Windows, Mac OS или Linux и записываете видео. И все. Кстати, немножечко дальше, прямо на ваших глазах, для вашего удобства, я покажу вам короткий отрывок, который я запишу. Вот прямо в этом видео покажу вам и расскажу, как можно записать видео про VDSI, но чтобы оно принесло вам, собственно, денежку. Такой пример для вас. А еще немного позже я больше вам расскажу про секретный лайфхак, который позволяет бесплатно продвигать видео и очень даже...